Теперь давайте послушаем нашу беседу о вот этих тёмных планах, их, в общем-то, версию. И потом мы это будем обсуждать. Здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели канала Ариру. Меня зовут Андрей Смирнов, со мной также мой товарищ Маптюк. Приветствую также. Да. Начну я с небольшой информационной справки. В оккультизме существует такая группа существ, как неорганические существа. Можно называть их по-разному, там, духами, бесами, демонами, это всё не важно. Важно то, что это вовсе не какие-то потусторонние, неулавливаемые сущности. Вы прямо сейчас имеете дело, как правило, с несколькими неорганическими существами, потому что слушаете вы нас посредством компьютера, и на этом компьютере выполняются определённые программы. Программа как раз и есть такое неорганическое существо, потому что это просто последовательность команд. Она может храниться в памяти вашего компьютера, её можно записать на листок бумаги, можно записать на аудиокассету, записать в виде перфокарты, и даже программу можно записать на биологический источник. Тут хорошо подойдёт в качестве иллюстрации старый анекдот, когда жена постоянно жарила кусок мяса очень хитрым образом. Она сначала отрезала от него небольшой кусок, жарила основную массу и затем жарила этот маленький кусок. И как-то муж у неё спросил, мол, зачем ты так делаешь? Она сказала, я не знаю, я у мамы училась, а мама всегда так делала. Муж пошёл спросил у своей тёщи, мол, почему она жарит мясо именно таким образом, какой в этом смысл? Та сослалась в свою очередь на свою маму. Тот добрался до её мамы и спрашивает, мол, зачем вы так делаете? Да понимаете, у нас сковородка всегда была маленькая, целиком кусок не помещался, поэтому я всегда часть отрезал. Это очень хороший пример, как передаются в данном случае поведенческие программы через поколения. Они буквально... Очень хороший пример, да, такой, в точку, да. То есть они буквально так и передаются. И программы эти могут быть довольно сложными, в том числе и коллективными. То есть когда каждый участник исполняет какую-то небольшую часть программы, если собрать этих участников в определённую критическую массу, то все совместно, причём совершенно неосознанно, они начинают выполнять одну довольно крупную программу. То есть один из видов таких программ как раз и называется эгрегор или эгрегор. Я не знаю, как правильно ставить ударение. То есть всё-таки разница между программами такими автоматическими человека, потому что тогда можно сказать, что это программа, которая является даже личностью человека, или она является частью как раз эгрегора, или частью сообщества, а есть вот именно неорганические существа именно как существа. То есть разница здесь всё-таки есть между программами компьютерными или программами поведенческими, или программами более сложными какими-то коллективов людей, эгрегоры, и именно неорганическими существами как существами. Да, разница есть, но в принципе они во многом похожи. Чтобы программа переросла в класс неорганического существа, ей нужно перейти определённый порог сложности. Ну это как мне кажется. То есть сейчас люди пытаются создавать универсальный искусственный интеллект, и вот они как раз на самом деле и пытаются создать такое искусственное, неорганическое существо, которое будет работать на компьютерах, скажем так. Вот тут тоже есть нюанс, потому что типов неорганических существ очень много, и их можно действительно скорее ближе к каких-то духов или насекомых, то есть именно существ, или даже целых сообществ и цивилизаций таких существ. А это похожие, но тоже разные градации, просто они именно похожи на такие автоматические действия, то есть они ближе к роботам, то есть вот то, что называют роботами или программами. То есть ближе к роботам, чем живые существа. То есть органические существа у них, они по-другому себя ведут. Ну по-другому живут и вообще существуют по-другому. Да, очень они далеки от нас. Понятное дело, что любая аналогия хромает, но нам нужно пояснить хоть на чём-то, потому что если начать рассуждать просто про духов, бесов и демонов, это будет, ну это будет ни о чём. Да, теперь перейдём поближе, собственно, к человекам. Дело в том, что в уме человека хватает таких автоматических программ. Там есть и программы тела, то есть навык ходьбы. Ему, в принципе, довольно долго учатся, это сейчас оно исполняется само собой, то есть автоматически. Езда на велосипеде, множество их. Также есть и поведенческие программы, причём как те, которые даются при рождении, то есть определённые особенности восприятия людей. То есть тот же инстинкт собираться в группы, потому что группой человеку выжить гораздо проще, чем одному. Это инстинкты скорее, инстинкты. Да, это инстинкты, но они именно на уровне программ. Потом есть такие программы приобретённые, то есть те, которые получаются в процессе воспитания. То есть людей учат думать определённым образом, и тоже это всё доводится до автоматизма. Это, в принципе, нормально, это упрощает работу. Но если с этим перестараться, с этим переборщить, собственно, как сейчас и происходит в современном обществе, то у человека вовсе не остаётся никакого самоосознания, и его поведение полностью подчинено тем или иным программам. То есть человек не может действовать осознанно вообще почти никогда. И таких людей мы как раз вот называем големами. Андрей, я думаю, что тут не нужно как бы обобщать всех. Вот мне кажется, выделять или разделять страты или касты. В одной касте, да, так сказать, они всегда были големами вчера и сегодня, и завтра будут. Нет, это само собой. С этим я даже не спорю. Я просто объясняю саму концепцию голема, откуда она берётся. То есть это человек без самоосознания, который полностью управляется программами ума. То есть вот такое определение. Почему мы сейчас, собственно, заговорил я о големах? Потому что одержимость неорганическим существом проще всего проявляется именно на големах. То есть именно големам проще всего завладеть неорганическому существу. Ему очень сложно подчинить себе именно сознание. Всё правильно. То есть если человек мыслит механистически, исходя из вложенных в него каких-то знаний или, я не знаю, какого-то набора поведенческих стереотипов, и он просто выбирает что-то, да, программе к нему проще подобрать ключ. Проще встроить его в какую-то, если программа достаточно серьёзная, проще встроить его в какую-то свою деятельность. Или скорее такие люди сами являются жертвами уже подготовки к программированию, к управлению программой. Да, именно так. Но опять же, вот здесь стоит всё-таки немножко разделять именно программу неорганическое существо. Потому что если человек полностью подчинён вот этой программе, какой-то даже искусственно созданной, в него внедрён, это, ну, зомби. А вот именно когда вселяется неорганическое существо, это, ну, как вот очень, кстати, похоже в ужастиках во всяких показывают, то есть человек становится одержим. То есть, ну, как человек, голем. Он становится одержим. В него входит чужое сознание вот этого неорганического существа. И оно полностью управляет не просто его телом, оно ещё и получает, на самом деле, опыт, который он получил до этого, вполне может им пользоваться. Знания, навыки и так далее, и тому подобное. И по нашим наблюдениям, то есть те, кого называют вот этими, ну, вы называете кукловодами там, Дэвид Айк почему-то любит их называть рептилоидами, хотя они ближе к насекомым, чем к рептилиям, но если проводить аналогии, то это как раз и есть определённые виды вот таких вот неорганических существ. А зачем им всё это, собственно, нужно? Потому что у них очень плохо со своими источниками жизненной силы. У них практически нет энергии, им её надо откуда-то получать. А человек является очень хорошим источником этой жизненной силы, и они получают её из людей. А получают из людей они её несколькими способами. То есть основной способ заставить человека выделять силу, вот эту жизненную силу, это заставить или обхитрить, или уговорить, выделять его, ну, переживать какие-то сильные эмоции. А проще всего заставить человека переживать страх и страдания. И поэтому чаще всего подобные существа питаются именно страхом и страданием. Это получается вот в истории-то человечество с этим сталкивалось уже продолжительное время, уже тысячелетия, и как раз вот это вот и есть вот эти бесы или демоны, или нечистая сила. То есть вот, только нужно понимать, что это нечистая сила, она всё-таки не такая, как вот в массовой культуре, а она вот именно ближе всё-таки к программам, к роботам. К роботам, причём коллективным роботам, они не живут по одному. Они представляют собой что-то вроде роя пчёл. То есть когда каждая пчела по отдельности, это фактически не отдельное существо, а это клетка целого организма. А целый организм — это рой целиком. То есть у них вот такой вот образ жизни. Это очень важное уточнение. То есть вот один такой неорган вот этого коллективного типа, он очень слаб и начал у человека практически... Ну, сложно ему даже и големом завладеть. А вот если их уже там три, а или там пять, или больше, то есть их сила растёт по экспоненте. То есть вот если их там где-то почти с десяток или там больше, то даже опытный маг вот с ними уже не справится. То есть их там чем больше, тем их и сила очень сильно вырастает. Кстати, с людьми примерно то же самое. То есть если человек один, то есть он очень уязвим как раз для таких существ. А вот коллективного, то как раз именно поэтому вот и магические ритуалы коллективные проводят. Потому что когда группа магов, она точно так же... То есть их вот человеческий коллективный эгрегор, он так же может успешно сопротивляться, вернее, вот влиянию вот этих неорганических существ. Собственно, почему мы считаем важным упомянуть именно вот эти вот ульи? Потому что человеческое общество, они пытаются выстраивать по своему образцу. То есть особенно хорошо это заметно на всяких коммунистическо-социалистических учениях. Когда фактически из людей пытались сделать муравейник. Где каждый человек функцией, он выполняет определенный узкий какой-то слой задач. Ну как свою специализацию. И ни шага влево, ни шага вправо. Причем это далеко не новая система. Это ее нам проще всего рассмотреть на примере вот этой коммунистическо-социалистической. А так они встречались и до того. Там и нашествие Орды, которое выстраивалось именно по этому принципу. Мы оба по образованию не историки. Мы и интересовались постольку поскольку. Потому что нас в свое время интересовало, ну, что как происходит. А там хочешь не хочешь, приходится ударяться в исторический экскурс. Обычно принято все такие штуки вести со времен Шумера. Но Шумер, во-первых, было старое царство времен Хамурапи. И был новый Шумер. И у них еще были такие очень интересные соседи. Ассирийцы. Которые как раз находились на территории современной Сирии. Их тоже обычно разделяют на старых ассирийцев и новых ассирийцев. И вот в конце бронзового века, как раз когда был кризис бронзового века. И все записи пропадают примерно лет на 200. Вроде как по современным историческим меркам считается, что ассирийцы почему-то перестали вести записи. То ли они разучились писать, то ли еще что. Но через 200 лет волшебным образом они опять начали вести эти записи. И в это время происходит один интересный исторический процесс. Эти новые ассирийцы начинают агрессивно завоевывать окрестные народы. Причем завоевывают они их не за счет какого-то нового оружия. Или, я не знаю, новых каких-то технических средств. Новых тактических средств. Они их завоевывают за счет социальщина. То есть в те времена и тогда гуманизмом люди особо не отличались. И геноцид был совершенно обыденной вещью. Если кто-то занимал соседний город государства. Было в порядке вещей вырезать, например, там всех мужчин, кто выше тележного колеса. Это было нормально. Все это понимали, никого это не удивляло. Но даже на этом фоне новые ассирийцы прославились поразительной жестокостью. Они стали широко применять именно практику террора. Когда они захватывали какой-то город, который посмел им сопротивляться, они убивали не всех. Они захватывали некоторое количество пленных. Например, протыкали им лицо крючьями. И за эти крючья, прицепив их к лошадям, везли к следующему городу, который собирались захватить. И наглядно демонстрировали, что будет с защитниками этого города, если они не признают власть нового царя. Причем царь, он был не просто так. Он делал всегда отсылку, что я правлю не от себя, а я ставленник бога Ахур. Смысл в том, что в этом новоассирийском царстве как раз это вот национальная идентичность замещается имперской идентичностью. То есть впервые на историческом вообще. Я сейчас к этому как раз плавно и приду, потому что интересно посмотреть именно на их социальные приемы. Как они покоряли всю эту окрестную Айкумену. Террор это один из вариантов. Второй вариант, они активно брали к себе в армию завоеванные народы. То есть завоевав какой-то народ, они вполне себе его уже переставали геноцидить и брали в свои войска. Чуть попозже они вообще ушли от практики геноцида и перешли к практике депортаций. То есть завоевав какой-то народ в лояльности, у которого у них были сомнения, они этот народ с его коренной территории переселяли разными частями по своей империи. И как раз вот старались навязать эту основную идентичность, что ты там не хет или кто-то там еще, не важно, я могу путаться в фактологии, а ты именно ассирийц. И они это навязывали, это была их основная политическая программа. Они были на определенном технологическом уровне, даже применяли некоторую децентрализацию. То есть они заставляли покоренные города и области самим содержать войска, которые будут там расквартированы. А самые кипишные районы, они там элиту, как правило, вырезали полностью и ставили на их место специально обученных евнухов. То есть они еще ввели институт евнухов, специальных людей, которым понятно, что отрезали для того, чтобы у них не было потомства, они не могли что-то там передавать потомству. Их с детства учили именно административной работе. И он в своей области был царь и бог, он там царил, подчинялся только верховному императору. Если он выполняет необходимые показатели, все в порядке. И таким образом они за не очень даже продолжительный промежуток времени, по-моему лет в сто, покорили вот эту всю Ближневосточную Айкумену, в том числе и Вавилон. Причем, что интересно, они ничего не изобретали сами. Оружие, культура, письменность, они все заимствовали из покоренных народов. То есть они почти полностью всю культуру взяли из Вавилона, при том, что сами его оккупировали. Но, насколько я понимаю, они тогда еще не очень умели в зомбирование, поэтому постоянно возникали мелкие бунты среди местных народов, и их приходилось время от времени подавлять. И сломалась эта империя на том, что такие империи, по моему наблюдению, они жизнеспособны только пока расширяются. То есть им постоянно необходим приток новых людских, материальных и территориальных ресурсов. Как только она начинает стагнировать, она тут же очень быстро схлопывается. И те, кто это создавали, они явно это понимали хорошо, потому что дальше потом создатели вырождались тоже и не очень понимали, как все это работает. Они начали расширяться на Египет и на этом подорвали свои силы. То есть они смогли отхватить самый вкусный кусок Египта, но силенки подорвали... Я вас поправлю. Просто я знаю эту историю. А смысл в чем был? Часть своих завоеваний они осуществили с помощью скифов. Как раз на вершине своей карьеры туда пришли скифы, и они сумели этих скифов, в общем-то, привлечь к себе в союзники. И расширились очень серьезно. От них, мы, допустим, знаем, как звали скифов. А потом они как бы с этими скифами, ну, там как-то вот у них там разошлись дороги, и скифы отказались их поддерживать. Скифы — осколы. И ушли. Соответственно, местные соседи, они решили, что прекрасный момент, надо расправиться. Все соседи собрались. Ну вот, да. Я как раз вот к этому хотел подойти. То есть как только они начали схлопываться, на них все эти 300 лет точили зубы покоренные народы, которых они, собственно, загнали себе вот этим запугиванием. То есть они явно тогда еще не умели зомбировать, эти технологии отработают позже. И их тут же разорвали на куски, и как самая сильная, самая яркая сила в этом регионе, это Вавилон, они и заняли всю эту территорию. Причем, что интересно, они использовали как раз вот эту построенную административную машину новых этих ассирийцев. Но так как к ним не было ненависти от всех народов, они с удовольствием с ними уже сотрудничали. Причем они продолжили делать абсолютно все то же самое. Что вот любопытно. Тут они использовали вот эти централизованные государства, технологии централизованного государства. Я и говорю, ту самую административную машину. А сирийцы использовали магию, там были школы магии, у них есть даже, сохранились учебники. Нет, это само собой, мы, это как бы такая очевидная вещь, которую даже озвучивать смысла не имеет. Мы озвучиваем именно, почему мы вот именно в этом ключе проходим, потому что это то, что не отрицает даже современная история. То есть это настолько очевидные факты, что их вообще невозможно отрицать. Потому что магия, шмагия, там могут кто-то сомневаться, что-то там говорить. А вот это вот отрицать совершенно невозможно. Есть полные конкретные исторические памятники и глиняные таблички. С ними не поспоришь. Тут вот что важно. Впервые появляется именно государственный культ. То есть вот это божество Ашур, оно является вот как вот этим коллективным эгрегором, как вот матка у муравьев. Это именно первое их как раз изобретение. То есть, а царь является просто одним воплощением этого Ашура. И как бы и дворец царя, это одновременно и храм этого Ашура. Вот в чем смысл. То есть впервые появился вот это вот то, что можно назвать эгрегором, или божеством, или демоном. Мне кажется, тут наиболее адекватно назвать это первым демоном государства. То есть вот что-то вроде как у Даниила Андреева, у него вот были вот эти идеи, что государствами управляют в инфромире демона. Так вот это вот получается первый или демон, или бог, то есть с ихней точки зрения это бог, который воплощал в себе вот идею централизованного государства. И тут вот что самое главное. Хоть это новоассирийское царство пало, но оно, этот бог, он просто, ну, немножко изменил форму и продолжил существовать уже в другое государство, уже нового Вавилонское. А потом, видимо, этот как бы демон, он, может быть, дробился там, или еще как-то. Как вот эгрегоры, они тоже дробятся. И постепенно вообще идея централизованного государства расползлась постепенно по всему миру. И сейчас вот как бы является квинтэссенцией вот это вот глобальное государство. То есть это высшая форма развития, что ли, так сказать, государства. И вот теперь пойдем дальше по истории. То есть я не зря говорил о социальных инструментах, которыми они всего этого достигали. Кстати, они примерно проправили 300 лет. А теперь перейдем к Золотой Орде, которые руководствовались теми же самыми правилами. То есть они использовали тактику террора. Они с удовольствием брали в свои войска завоеванные народы, которые их могли вообще искренне ненавидеть. Самое главное, чтобы боялись они их сильнее, чем ненавидели. И таким образом они выступали на их стороне. Они также применяли вот эти дикие пытки. Они очень любили еще не просто убивать людей, они любили людей калечить и оставлять в живых. Что древние ассирийцы, что Золотая Орда. И точно так же, как Вавилон потом воспользовался административным аппаратом после того, как рухнула Новая Ассирия, точно так же и Московия воспользовалась административным аппаратом Золотой Орды после того, как рухнула Золотая Орда. Точно таким же способами пользовались коммунисты. Точно такими же способами пользуются сейчас и ИГИЛ. То есть методы не меняются совершенно. И весь смысл, который мы хотели донести в том, мы не зря начинали с этих неорганических существ, что за этим стоят не какие-то люди, не какие-то инопланетяне, то есть за этим стоят не физические существа, за этим стоят неорганические существа, которые, тем не менее, имеют вполне конкретные физические проявления в нашей реальности. То есть тут мы сейчас касаемся скользкого момента, я вообще не знаю, можно ли его озвучить. Например, когда вы говорили, что вот эти вот буддийские ламы умеют перерождаться, они не перерождаются. На самом деле демон, который одержит текущее тело, он потом переселяется в специально подготовленного ребёнка. То есть вот это неорганическое существо переходит с одного носителя на другой носитель и таким образом продолжает свою жизнь. Причём не нужно думать, что вот это неорганическое существо, оно в чём-то подобно человеку. Оно очень сильно похоже на компьютерную программу, у него нет самоосознания. Демон — это, в общем-то, как раз то, что противостоит жизни. В нашей терминологии демон — это именно то, что используют коллективные вычислительные ресурсы. То есть для демона одного человека не хватит. Для демона нужен целый народ. А это именно... Сеть. Неверная сеть. Да, вот я не знаю, можно придумать какое-нибудь слово, но вот есть вот именно такое явление. То есть это мы вам, как практикующие маги, можем со всей ответственностью сказать. Насчёт неорганических существ. Их огромное количество разновидностей. То есть вот... Причём маги их использовали там с самой-самой древности. То есть маги очень любили использовать вот этих неорганических существ в качестве своих помощников. Но тут в чём именно важный момент. Если маг даст слабину, то эти неорганические существа его подчинят или вообще сожрут. То есть вот это вот получается одержимый человек. То есть вот колдун там управляет этими неорганическими существами. А может быть и наоборот. Неорганические существа могут управлять людьми. Что чаще происходит. Так у меня такое подозрение, что вот те первые ассирийцы, они вот этого своего демона, возможно, контролировали. А вот после того, как этих практикующих магов в то время убили, то есть эти демоны стали сами людей управлять без их даже, может быть, и ведомо. Ну, скорее всего. Ну, то есть получается, это программа. Программа, которая сама создает нейросеть. Нейросеть появляется, вот все части нейросети. Программа на полную работает. И эта программа имеет, условно говоря, мотивацию воспроизводить эту нейросеть. Ну, это, возможно, есть такая мотивация, возможно, нет. Зависит от того, зависит от структуры этой программы. То есть чаще всего да, потому что те, которые такой мотивации не имеют, они, как правило, и не выживают. Ну, мы можем посмотреть вообще за мотивацией любого государства. То есть это как раз вот постоянное расширение. И вот как раз вот в чем смысл, что, скорее всего, вот эти ассирийские маги этого Ашура контролировали, а вот потом он уже пошел во многом в свободное плавание. И, скорее, он уже контролирует своих вот этих вот носителей. То есть вот он мутировал, мутировал, развивался и развивался. И тут в чем дело, что как вот существует, допустим, человеческая цивилизация, так существуют и цивилизации нечеловеческие, то есть из неорганических существ. И вот возможно, что вот через именно, даже невозможно, а, скорее всего, именно через вот этого демонов вот этих государств происходит вот главное влияние нечеловеческих цивилизаций. То есть тут нужно учитывать, что эти неорганы не какая-то одна разновидность, а их вообще тысячи. Их много разных, и даже не тысячи, их, возможно, миллиарды. Причем вот когда Дружим Аптюк говорит, что всегда маги любили использовать неорганические существа, люди вообще всегда любили использовать неорганические существа. Те же самые домовые, лешики, киморы и прочие, это неорганические существа, с ними вполне можно взаимодействовать для своей пользы. Мы прямо сейчас взаимодействуем с неорганическими существами, общаясь по скайпу. Так вот, на минуточку. То есть прямо сейчас мы общаемся через сложнейшую программу, которая идет через какие-то сервера, на которых стоят еще какие-то дико сложные программы, которые обслуживают миллионы людей уже на сейчас. Как и в Вавилонском царстве, и вот в этом в Новоассирийском царстве, пока ты контролируешь неорганические существа, ты получаешь с них пользу. Но как только те, кто контролирует неорганические существа, вырождаются, а этот процесс неизбежен, мы сейчас попозже объясним, почему он неизбежен, неорганические существа начинают контролировать людей. Причем не надо думать, что они обладают какой-то волей. Что самое интересное, вот что отличает именно нас, людей, и прочих органических существ от неорганических существ, они не обладают волей. То есть они просто действуют по программе. Это примерно как попасть под трактор, намотать руку в станок. То есть это не станок такой злой, что он решил тебе руку оторвать. Это просто ты был невнимателен и попал рукавом в шпиндель. Здесь вот в чем заключается вся хитрость. И судя по тому, как дальше идет развитие человеческой цивилизации, здесь все больше и больше присутствия неорганических существ. Просто люди их не осознают. Сейчас у каждого в кармане такой вот аватар неорганических существ в виде смартфона, который полностью за ним следит, полностью на него стучит. Понятное дело, что это сделали люди. Тут вот какой пример еще можно провести? То есть вот в те древние времена, когда не было технических неорганов, то они были, можно их назвать, магическими. То есть те же самые программы, только не из металла, а вот, скажем так, немножко в иных измерениях существующие. А в принципе могли такие же, настолько же сложные системы существовать, только это была тоже технология, только она называлась магией. И сейчас называется магией. А сейчас та же самая технология, она называется наукой. И неорганические существа стали из металла делаться, из кремния и прочего. То есть я сейчас немножечко поработаю футуристом. То есть к чему идет современное общество? Во-первых, довольно скоро откажутся от наличных денег. Все деньги переведут в безналичный расчет, и скорее всего в тот самый блокчейн. Только нужно не забывать о том, что технология блокчейна характерна тем, что там отслеживаются все транзакции. То есть там можно каждую копеечку проследить вообще по путям, кто, когда, кому, за что ее заплатил. То есть становится полностью подконтрольна сфера обмена. А как только станет полностью подконтрольна сфера обмена, станут полностью подконтрольны люди. То есть теоретически, конечно, можно уйти в тайгу, жить там собирательством, охотой и прочим, но это нужно уметь. То есть этому нужно уже изначально научиться, потому что если это сделает какой-нибудь неподготовленный человек, он попросту издохнет. И таким образом основная масса людей становится полностью подконтрольна вот этому неорганическому существу. Скажем так, неорганы из иных измерений, они вполне могут действовать, как мы вот видим на практике. Они очень прекрасно взаимодействуют с нашими техническими, с компьютерами. То есть недаром они начинают вот это глючить, отключаться, когда вот на такие темы идут разговоры. А я больше скажу, это не люди что-то выдумывают, а потом неорганы используют. Это неорганы воздействуют на людей, чтобы они продвигали определенные технологические решения. Принимаю вашу версию. Она очень интересна. Я думаю, что она имеет под собой зерна истины. Многие вещи, которые вы сказали, они в принципе, ну не то, что лежат на поверхности, но человек, который понимает, что такое вот эти какие-то воздействия, он приходит не то, что к тем же самым выводам, но он в общем понимает, что эти программы, они существуют. Просто их называют чертями там и прочее, или бесами, или там демонами. Ну, я думаю, что там тоже как бы много-много вариантные такие. Есть неорганы вот одного типа, есть другого. Да, да, да. А есть, я думаю, что еще какие-то, так сказать, не совсем неорганы там. Или просто под неорганикой мы воспринимаем вот там какую-то кремниевую жизнь. А вы воспринимаете под неорганикой, возможно, какие-то духовные даже пласты измерения. Не физические, скажем так, не физические. Да, да, вот. Я объясню, почему мы используем этот термин, он просто устоявшись. Это термин из Карлоса Кастанеды. Тут вот в чем, скажем так, адекватность. Вот термин неорган, он все-таки более адекватен, чем вот все остальные вот термины, а-ля там ангелы, демоны, бесы и прочее, прочее, прочее. То есть тут он более такой беспристрастный. Ну и, наверное, стоит нам рассказать про големов и биороботов, чтобы было понятно, основная технология, которой пользуются эти неорганоидные существа. У человека существует такой подраздел ума, который можно было как раз назвать вот этим автоматическим. То есть когда человек учится ходить, учится ездить на велосипеде, плавать и так далее, и тому подобное, можно, в принципе, назвать это подсознанием, у него нарабатывается определенный пакет программ, которые затем используются бессознательно. То есть сознание говорит «хочу туда» и тело идет само. Такие же есть движения и у ума. То есть, например, попробуйте увидеть какую-то надпись и не прочитать ее. Ну, то есть если она на знакомом вам языке. Есть даже такой старый прикол, когда, например, показывают надпись желтой, зеленого цвета и просят сказать, какого это цвета. И если быстро меняются такие надписи, человек начинает конкретно тормозить. Потому что вот эти автоматические программы ума входят в противодействие с сознательными. Это вполне понятная экономия ресурсов, потому что полностью сознательно управлять даже той же ходьбой очень-очень сложно. Потому что там какие-то тысячи мышц, какие-то там миллионы дневных реакций и так далее, и тому подобное. Но здесь есть и обратная сторона. Можно давлеть вот этим программным аппаратом над индивидуумом. Можно сделать так, что индивидуум вообще уснет, и человеком будет управлять исключительно вот этот программный аппарат. И в таком случае человек становится тем, что мы называем големом. Это можно назвать зомби, биороботом, как угодно. То есть это в буквальном смысле мясной робот. То есть программа выполняется не вот на этой кремниевой основе, а на вполне себе вот этих склизких живых жировых мозгах. Но по факту человек уже перестает чем-то отличаться от биоробота. И как раз в чем была основная, я так понимаю, проблема вот этого нового ассирийского царства, тогда еще не была отработана технология превращения людей в биороботов. То есть они пока еще оставались людьми, хоть и очень боялись вот этих наказаний, которые могут с ними случиться, если они перестанут выполнять программу. Но уже позже, во время Золотой Орды, они как раз научились зомбировать людей и выстраивать вот эти цепочки именно из биороботов. Как раз человека отличают тем, что он боится. А биоробота уже как-то, так сказать, попроще. Да, биороботы тоже вполне себе могут испытывать страх. Тоже разные разновидности. Он может бояться, он может испытывать все эмоции. Самое главное, у него отсутствует свобода воли. То есть это самое главное. У него нет свободы воли. Он не может выйти за рамки программы. Мы забыли упомянуть самую главную вещь. Чтобы эта машинка хорошо работала, каждого отдельного человека нужно не завести до вот этого ключа в процессоре. То есть, во-первых, у него нужно подавить индивидуальность, его нужно зазомбировать. И необходимо, чтобы он четко выполнял простую программу. Если просмотреть вот это все историческое развитие, оно работает именно на это. То есть, казалось бы, раньше какие-то технологии были слабые, но люди были именно людьми. А чем больше развивались вот эти технологии, в том числе и социальные, тем сильнее и сильнее деградировал каждый отдельный человек. Это тоже очень важный момент, почему как раз и теряют контроль над этими штуками. Потому что не только вот это вот низовое население деградирует, но на его фоне деградируют те, которые должны этой штукой управлять. И в тот момент, когда они деградируют настолько, что ее управлять не могут, она уходит в самостоятельный разнос. То есть это как компьютер, оставленный без присмотра. То, что как бы эта машина существует, она подчиняется... Скорее всего, она оказалась без присмотра, когда вот это ассирийское царство поло. То есть вот это вот ключевой момент, скорее. Вот в истории, может быть, не создания, а вот именно потери контроля. Потому что, скорее всего, маги, ну, этих магов-то ассирийских, скорее всего, замочили, или они куда-то убежали, и они таким образом потеряли управление. Может быть, конечно, и не потеряли. Может быть, существуют их наследники, но, скорее всего, они тоже действуют тоже по каким-то программам, то есть неосознанно. То есть чем-то они могут управлять, чем-то не могут управлять. Ну, знаешь, вот как вот какой-нибудь не очень обученный сисадмин, он знает, что там нужно... Если компьютер не работает, его надо выключить, а потом включить. То есть вот знания остались примерно такого уровня, и как раз вот почему сейчас идет эта заварушка в Сирии. Может быть, они какие-нибудь, скорее всего, глиняные таблички ищут. То есть именно не артефакты, а глиняные таблички, которые... Инструкции от вот этого компьютера остались. Я надеюсь, что все-таки вот Бог... Мы тоже надеемся. Бог и высшие силы как-то вот... Они проверят людей, говорят, вот можно так, но можно и этого избежать. И тогда, так сказать, как бы мы, возможно, там избежим этого. Да, но, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому...